Привет. Не завтракать будешь, да? Я уже Филя тут поковыряла, голодный был. Иди неси тарелочку. Не знаешь? Не умеешь? Надо вот так вот брать и нести. На, неси. Неси, говорю. Сама скажи, неси, да? Сейчас едам, она не будет кушать. Я себе уже тоже сделала завтрак, йогурт, яблочко и нектарин. Не персик, а нектарин. В прошлый раз я его называла персик. Это коллаген типа 1 и 3. Это для кожи, для волос хорошо. Хочу пройти курс попить. Здесь на 26 дней, почти на месяц. Добавляется в йогурт, в молоко, либо просто в воду. Я добавляю в йогурт. И еще я пью омега-3. Такие вот капсулки. По одной капсуле в день. Ну, а тут всякие разные добавки, которые пьет Лео. Тоже коллаген для спорта. Как он сейчас на спорте. Цинк. В общем, тоже свои у него тут витаминчики. Завтрак у меня готов. Нужно еще бабулю позвать. Кофе ей сделать. Кофе для папы. Ой, водички нет. Водичку надо дать. Поголя как быстро испортилась. Только что было солнышко, уже вон ветер и дождь. И Ксюша на велосипеде сегодня. Мокрая приедет. И папе тоже нужно на работу ехать. На велосипеде. Упал. Промокрый? Где ты упал? Ну, ничего страшного, ты бежал? Я бежал. Ну, ничего страшного. Мокрые все. Штаны мокрые. А ты почему капюшон не наделал? А я ставлю в еду еще. Понятно. Ну, ничего страшного разувать. Сниша, я говорила, что тебе нужно для дождя обуть. Не промокли ножки? Нет. Зато вот промокло все. Угу. Давайте переодеваемся. Быстренько, быстренько переодеваемся, переодеваемся. Я упала. Давай, давай, давай. Мокли все косички. Уже нужно расплетать, потому что вон, посмотрите. Все уже лохматые. Ну, потом. Ух ты. Мы тоже такие делали в детстве. Прикольно. Вот. Еще что-то сделал? Нет. Нашел на улице. Нашел на улице? Хорошки. Ух ты, какие красивые. Я тоже так не сделала. Так. Помыть надо грязные. Помыть надо. Золотой мой ребенок. Промок. Промокла? Прям не повезло. Ну, видишь, хоть курточку надела. Сухая толстовка. Давай. Ну. И штаны промокли. Ну, ничего. Нормально. Прям когда она выходила со школы. Дождик ночи. Теперь папа пошел. А, Бонни. Нашла время. Ураган такой сейчас пролетит. Сдует ее. Ладно, не будем тебе мешать. Ладно, папа уехал. Пока. Папа, папа, папа. Ку-ку. Так, у вас здесь что-то интересного? Ку-ку. Ку-ку. Я думала, вы домашнее задание будете делать, а вы тут... Ку-ку делаю. Понятно, что делать. Сейчас слушать будем. Воторваться mandatory. Она за что? Остановиться. Привет! Теперь. Теперь опускай. Теперь до конца опускаем и нажимаем. Я тут намешала лимонный сок, лимончик, водичка и сахарок. А зачем ты столько много делаешь? Вообще с глазами. А где ты глаза взяла? В школу взяла. А нам подарили. Я сказала, может за мной? Потом за Маргаритой со мной? Она сказала, они в 3.15 домой поедут. Солнышко выглянуло. Давай, телефон взяла? Да. Давай, я тебе это... Напиши мне, если и Маргарита раньше приедет, я тебе напишу, хорошо? Хорошо. Если нет, то тогда это в 5 часов. Пока. Эта штука постоянно от ветра. Вертится. Сюда сюда. Пока я седушку убираю, потому что она потом всю воду впитывает и не высыхает. Потом я ее сюда на диванчик убираю. Кто это тут смотрит? Привет. Вчера еще полы не домыла. Помыла здесь вот половину и кухню. А вторую половинку не помыла. Вот там нужно еще помыть. Ладно. За работу. Да, Боня? За работу. Беззаботная жизнь твоя собачья. Дай лапу. Лапу дай. Молодец. Дай 5. Молодец. А теперь вкусняшку скажи. Дай мне, да, за это? Вкусняшку хочешь? Голос. Мечелый хороший. Дам тебе, дам. Знаешь ты, да? Она знает, где лежит. Косточки. Косточки будешь, да? Ой, какая вкусняшка. Вот такая вот косточка. Непонятно с чем. Кто-то будешь? Ну-ка, нельзя. Боня, ждать. Ждать. Нет, ждать. Нельзя. Нельзя. Ждать. 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 И ждет слово, когда я скажу. Волшебное. Нет, не сказала еще. Жди. Можно. Все. А еще у меня начинает тыква пропадать. Здесь вот плесень появилась. Нужно что-то придумать. Что приготовить. Подумаем сегодня. И вот здесь вот она начинает портиться уже. Почему-то так быстро. Обычно они у нас всю осень стоят. Они портятся. Мы приехали за Маргошей. Где? Сколько им минут еще? Не сказала? Они еще едут возле школы. Остановились. Минут 10-15. Да? Ждем. А, там кусочек школы. Сильная школа получается. А там вот эта, да, ваша школа? Нет. Это спортзал? Да, спортзал. А, вот там, да, за спортзалом. В общем, там за спортзалом школа. Средняя. А... Вот это вот... Бетц. Там. И ты смотришь там... Сек. А там за вот этим... Там больше. Ага. А, ты же, получается, учишься в другом корпусе, да? Ксюша почему-то не в том корпусе учится, где Маргарита. Хотя они в средней школе. А, ну, в общем, вы все равно туда-сюда бегаете, да? У вас бывает... У тебя бывают предметы в этой, в Бетц? В высшей школе? Тут, да. В этом, да? Маргарита, говори, там такое старое внутри, да? Угу. Так много нам ходили. У нас там МНД с компьютером. Там самый верх. И потом еще там рисую. А самая красивая какая? Более новая твоя? Нет. Нет, где Маргарита учится? Скоро скоро увидим Маргошу. Расскажет она нам, как там в ней лагерь. Мне интересно, в следующем году у тебя будет лагерь или нет? Будет? Ну, без 25. Ну, в принципе, она сказала, что она в 5 приедет. Так получится, скорее всего. Кто там приехал? Ну и кто там приехал? Бонни тоже хочет. Бонни, кто приехал? Кто приехал? Она тут сейчас написает нам. Точно и осторожно. От радости. Кто там вернулся? Кто вернулся? Кто вернулся? Ой, радости-то сколько. Радости-то сколько. Радости. Ой-так, ой-так. Счастья сколько. Маргоша вернулась. И Бонни, Бонни там. Бонни, все уже. Ты поздоровалась. Дай, дай, дай. Соскучилась, соскучилась. Радостная, радостная. Господи, приехала хозяйка. Так, Катя, тебе дала хворот. Где Бонни? Бонни, Бонни. Посмотри, сейчас очков буду. Ой, Бонни. Давай, давай. Понравилось, да? Горячее. Да, горячее. Макс пришел. Макс, ты где гуляешь? Я? Да. У нас садится батарейка, а зарядку папа забрал. Сядет батарейка на влог буду снимать. Всю одежду носила или лишняя была? Всю. Всю? Дождь почти каждый день лил. А у вас? Сегодня Ксюша утром попала под дождь. Приехала себе в игры. А в игры какие вы играли? Ты мне писала, что у вас там игры какие-то. Это как лабиринт, только там нужно читать. Выполнять, да? На саде выполнять. На группы делились? Костер жгли? А шашлык ели они. Ты мне вчера писала? Пишет мне, а мы шашлык кушаем. Классно. Еще поедешь? Поехала бы еще. На следующий год поедет Ксюша. Только у нас сильно много было в комнате. Другие были только вдвоем в комнате. По двое? В такой большой комнате? Нет, там другие еще дома были. Ага. А вас всех вместе. Ну сейчас приклеим, Макс. Дай клей. Вон клей там лежит. Наверное, вот как твоя комната. Да? Или немножечко побольше. На восемь человек это мало? Больше. На восемь человек. Не холодно было? Спали нормально? Да. А мальчики тоже так были по восемь человек? Не все. Не все? Я думала, все так будут. В шесть часов утра они вставали, в десять часов утра... Ой, в десять часов они ложились, телефоны отдавали. Маргарита мне писала сообщение последнее, в десять и все. В лесу, она говорит, они были, когда было темно. Вчера. Да, вчера. И телефоны у них забрали, мы потом начали их пугать. В темноте. Как вы выбрались вообще из леса? Телефоны специально, да, значит, забрали? Угу. Чтобы вам устроить экстрим. Угу. Ну все, недельку отдохнули, теперь в школу учиться. Решила я сегодня переставить кровати. Сначала хотела опять соединить кровати, чтобы Макса выдвигала, задвигалась, но поломаны некоторые крепления, поэтому не получится. Поменяла вот эту вот решетку. Сначала была вот эта вот деревяшка, она очень тяжелая. Хоть она такая узенькая, в принципе, но она очень тяжелая. И из-за нее кровать своими колесиками продавливает пол. Там такие ямки образовались. Это нехорошо, так как квартира не наша, и нам нужно аккуратнее со всем, что здесь есть. Вот поэтому я заменила вот эту вот решетку. Она полегче. И сейчас я кровать вот туда вот сдвину, в тот угол. И стол рабочий я сюда передвинула. Он прям хорошо вписался, хорошо встал. Вот. И Макс. Так вот она на колесиках. Я сейчас ее подвину. Макс у нас будет спать теперь в этой стороне. Макс. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...